Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Борьба со снегом продолжается на дорогах и тротуарах. Понятное дело, расчистка необходима для нормального движения транспорта и снижения аварийности. Сколько техники работает в городе и справляется ли она с поставленными задачами, знает Константин Меркушев. Несколько десятков специализированных машин для уборки и вывоза снега работают на улицах города. В основном в ночное время. Главная задача – сделать движение автотранспорта в городе безопасным и комфортным. Ситуацию с расчисткой держат под контрольные муниципальные власти. Зима в этом году началась рано. Администрация города подписала контракты с шестью организациями, которые с начала января уже приступили к своей работе. С 1 января мы заключили контракты на выполнение работ по зимнему содержанию дорог. Сейчас контракты подписаны. Со 2 января буквально уже некоторые организации приступили. Не некоторые, уже вторая часть организации выходила. И там 3-4, то есть праздники по мере потребности, в зависимости от погодных условий, эти предприятия выходили на работу. Одна из таких организаций – МУПДОР. Ежедневно на чистку дорог и улиц выезжает около 20 единиц техники. Техника на улицу города выходит ежедневно. Просто зависит от того, от количества осадков, какая обстановка на дорогах. Сейчас за счет того, что город поделили сторонним организациям, еще по контракту раздали территорию города, нам сейчас намного попроще заниматься, потому что мы сейчас отвечаем за центр города, старый поселок. В этом году, конечно, намного полегче. Вот когда снегопады идут, тогда уже выходим, например, в 4-3 ночи и стараемся часам к 8, чтобы дороги уже были почищены. На помощь предприятию прибыло пополнение. Новая техника – трактор МТЗ-82. Отличительная особенность этой машины в том, что она предназначена для расширения дорог и очистки тротуаров. Но это не единственный плюс техники. В новой технике, что она, меньше поломок, больше производительности. В принципе, что, может дать. Ну, новая она и есть новая. Здесь она более модифицированная уже, лучше. Подобной технике в городе единицы, поэтому она просто необходима. И уже в ближайшее время трактор выйдет на дороги улицы. Как говорилось ранее, администрация города следит за качеством очистки снега на дорогах. Претензии к некоторым организациям все-таки имеются. Контроль, как я и сказал, ведется через диспетчеры и через отдел городского хозяйства. Ну, вот январь закончится, посмотрим, как мы сработаем. Конечно, есть вопросы по качеству очистки улиц, но у нас, как лакмусовая бумажка, это поступление жалоб у диспетчера в администрации. Ну, вот праздники мы провели все-таки более-менее нормально. С очисткой мы справились. На данный момент главной задачей по-прежнему остается расширение дорог и очистка тротуаров. Эта задача осложняется тем, что прогноз погоды на этот месяц неутешителен. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». 24 января состоялось 10-е расширенное заседание Куралтая-Башкир города Кумертау. На конференции подвели итоги работы за прошлый год, обозначили задачи и обсудили проблемы. Какие задачи сейчас стоят перед общественной организацией, узнавали мои коллеги. Перед началом официальной части мероприятия «Фойе Дома культуры Рассвет» гостей встречал песнями и плясками фольклорный ансамбль имени Кинзия Расланова. Здесь же все желающие могли ознакомиться с выставкой художественно-прикладного творчества, фотоматериалами о жизни школ города. На форум собрались делегации из предприятий и учреждений города, представители администрации Всемирного Куралтая-Башкир. Пленарная часть мероприятия началась с гимна Курултая «Мелодии Урал» в исполнении ансамбля «Кураистов». Открыла конференцию заместитель главы администрации по социальной кадровой политике Наталья Лапшина. Она начала свое выступление с обсуждения значимого события. В конце прошлого года муниципалитетам получен статус «Территория, опережающая социально-экономическое развитие». Это большой шанс вывести город из монопрофильности и сделать его успешным. В то же время теперь предстоит большие работы, в том числе и у общественных организаций, отметила она. Общественные организации в развитии нашего города играют очень большую роль. И нужно, чтобы и продолжали играть, и вносить свой огромный вклад. Потому что сейчас от нас требуется большое единство действий и инновационные интересные формы работы. Представленную информацию дополнил доклад председателя Куралтая-Башкир города Альфейша Мигуловы. Так, в прошлом году проведены благотворительные акции, праздники Шежеря-Байрамы, молодежный форум, КВН на башкирском языке, открытка детской класса с углубленным изучением башкирского языка в школе номер 5. Значимым событием стало создание детской телестудии на башкирском языке. На телеканале «Арис» продолжаются информационные и тематические программы. Были обозначены и проблемы. Они касаются сферы национальной культуры. Нет детского фольклорного ансамбля башкирского, нет до сих пор башкирского народного театра, нет мужского башкирского вокального ансамбля и так далее. И причина у нас главная – нет национальных кадров. Проблемы есть и в национальном образовании. По сравнению с прошлым учебным годом сократилось количество учащихся, изучающих башкирский язык. Этому повлияло введение федеральных образовательных стандартов. Количество учащихся, обучающихся на родном башкирском языке за 2015-2016 год составляло 40%, то в 2016-2017 году это составляет 20%. Количество учащихся, изучающих башкирский язык как государственный, в 2015-2016 году было 84%, а в 2016-2017 году это 81%. В то же время положительная динамика наблюдается в начальной школе номер 13. Если два года назад здесь обучалось 130 детей, то в этом году их стало 178. Это особенно важно в год празднования 90-летия Мухаммеда Искужина, имя которого носит образовательное учреждение. В планах школы привлечь больше детей к изучению родного языка. Впрочем, таковы задачи и перед общественной организацией в целом. В работе конференции принял участие представитель Всемирного Курулта и Башкир Айрат Искантаров. Он отметил, что по итогам собраний в городах и районах в феврале состоится республиканский семинар. Будут обсуждены самые актуальные проблемы, касающиеся истории, языка, культуры, традиций башкирского народа. В завершение конференции была принята резолюция с основными задачами. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Вокал прославил нашего земляка. Им уроженец города Кувертау Борис Шишера покорил Москву. Он участвовал в проекте первого телеканала «Голос». О том, какие испытания ему пришлось пройти и что осталось за кадром, Борис рассказал моему коллеге Константину Меркушеву. Его выступление на слепых прослушиваниях назвали фантастическим. Он исполнил технически джазовую композицию «Someone Tell Me Why», показав виртуозное владение голосом. К Борису повернулись трое из четверых наставников – Дима Билан, Леонид Агутин и Григорий Лепс. Они аплодировали стоя и даже устроили драку за него. Каждый хотел иметь столь крутого певца в своей команде, но наш земляк выбрал Леонида Агутина. «Браво! Представьтесь, пожалуйста». «Здравствуйте, я как будто во сне. Меня зовут Борис Шошера, мне 21 год». «Боря, проснись!» «И я из Башкортостана, из города Кумертау». «У меня вот в голове крутился именно Леонид Николаевич Агутин. Хотя я мог выбрать, в принципе, и Билана, и Григория Викторовича, но почему-то вот именно Леонид Николаевич Агутин. Не знаю почему. Вот так вот просто я решил, что сейчас нужно сделать именно такой выбор. Я ни в коем случае не жалею о своем выборе. Абсолютно. Я очень рад. И я бы вот, если бы сейчас была такая ситуация, я бы так и сделал». В следующем этапе «Голоса» Борис Дуэлью выступил Шурой Кузнецовой. Но перед этим наш певец заболел. По словам певца, организаторы были на высоте. Всего за один день его поставили на ноги, что помогло ему продолжить выступление в телепроекте. «У меня не было голоса перед вторым этапом. Ну, пропал голос, я заболел. Написал своему редактору Наталье, и она тут же, в общем, все сделала для того, чтобы у меня появился... На следующий день у меня появился голос, все нормально было. В общем, меня вылечили за буквально там полдня какие-то». По окончании своего выступления в шоу «Голос» Борис Шишера приехал на родину пообщаться с родными и близкими друзьями. А с нами поделился своими дальнейшими планами. «Дальнейшие планы – писать свой материал, свой материал, свою музыку, чтобы люди уже начали слушать именно меня. Не как человека, который перепевает чужие песни, а как человека, который споет свои песни и пытается достучаться до зрителей, дослушать». Коллектив телекомпании желает Борису дальнейших творческих достижений и успехов. «Это голос». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова